Так сегодня выглядит складское помещение на улице Кирова, место общего сбора гуманитарной помощи. Груз ждут наши военнослужащие, участники специальной военной операции. Поэтому волонтеры проекта «За наших!» без промедления приступают к формированию посылок, сортировке и отправке. С приходом лета немного изменилось содержание таких посылок с учетом пожеланий от наших бойцов. Только в июне мы сделали две отправки. То есть как мы работали в графике, что каждые две недели груз из Аблакана в разных объемах, но он из Аблакана каждые две недели уходит. Конечно, ассортимент изменился. Сейчас в основном это расходные материалы, такие как репелленты, батарейки. Их ребята бьют в первую очередь. Но продолжают нести носки, футболки, уже не теплые шерстяные вязаные, а летние. Потому что это расходный материал, который никто не пополняется. Продолжают наши школьники делать и приносить окопные свечи. Потому что, как говорится, готовь сани летом, так и здесь, чтобы потом, когда эта необходимость возникнет, можно было массово отправить. Помощь нашим военнослужащим, безусловно, общее дело. А весточка даже малая из родного края – большой стимул. Зимой мы вязали носки, покупали носки, теплые вещи. А сейчас мы услышали, что нужно кофе. И вот купили, закупили кофе три в одном. И хотим, чтобы наши парни почувствовали наше внимание, нашу заботу о них. Мы очень переживаем за них. Мы их ждем с победой. И немножко, чтобы скрасить там их нахождение, мы собираем вот эти посылочки и высылаем. Все должны принимать участие, особенно те, кто является непосредственно, не только, ну скажем, законодательной власти, да, исполнительной власти. И призываем даже, чтобы все, кто еще не участвовал, откликнулись, потому что это, ну, немного времени занимает, во-первых. Во-вторых, чувствуешь такое исполнение долга определенное. Система вот такой вот добровольческой помощи еще со времен пандемии стала важной частью нашего общества. Теперь эти силы объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции. Мы помогаем вещами, предметами быта, продуктами, да и просто добрым словом. И вместе победим. Большое спасибо всем горожанам, жителям республики, которые активно откликаются на нашу акцию. И мы продолжаем собирать помощь, продолжаем ее отправлять. Я хочу напомнить, что Кирова-20В, склад, каждую среду здесь дежурят волонтеры, которые занимаются сбором посылок. И отправляем мы каждые две недели. Поэтому, если какие-то вопросы есть, то можно обратиться в отдел молодежи, управление культурой молодежи, спорта или в администрацию городу. Мы всегда проконсультируем. И еще раз большое спасибо всем, кто откликнулся. Константин Аникин, Алису Анси, Новости.